Всем привет! Меня зовут Люба, и я рада приветствовать вас на моём канале. Как всегда, наливайте себе чаёчек, кофеёчек, винишко, водички, в зависимости от того, что вы любите. Сегодня расскажу вам просто о потрясающем случае, который произошёл со мной буквально вот в прошедшую пятницу. В общем, сидела я себе в пятницу спокойно, никого не трогала, занималась своими делами. Внезапно мне стали приходить сообщения вконтакте, в директ, в инстаграме, в комментарии на ютуб от моих подписчиков, которые писали мне о том, что только что видели меня на канале РЕН-ТВ. Я сначала подумала, что это какая-то шутка или какой-то прикол, или, может быть, эти люди просто ошиблись, но поскольку сообщений было достаточно много, я поняла, что вряд ли все ошиблись. Одна из подписчиц, которая сообщила мне об этом в комментариях на ютуб, написала мне название программы, в которой я была. Называется эта программа People Have It, и программа была посвящена российскому шоу-бизнесу, тому, что сейчас у нас на сцене одни безголосые певцы, типа Бузовый, нового состава Серебра. И что, несмотря на то, что это совершенно непрофессиональные вокалисты, поют они плохо, People Have It. И примерно в середине этого выпуска вы можете наблюдать интервью со мной, где я, представляете, рассказываю о том, как я ходила на кастинг в группу Серебро. О, неожиданно, правда, для меня это тоже было очень неожиданно. Но давайте сейчас мы просто с вами посмотрим этот сюжет все вместе, а потом обсудим. У меня есть знакомая, у которой, ее знакомая, работает на канале РЕН-ТВ монтажером, и он сказал, что, возможно, РЕН-ТВ может кинуть мне страйк на мое видео, если я размещу, значит, этот отрывок. Но, дорогой канал РЕН-ТВ, я предупреждаю вас сразу, что после этого последует ответный страйк от меня, так как совершенно без моего ведома, без моего спроса вы взяли мое видео и использовали отрывки из него в своей программе, и этот выпуск лежит у вас на канале на YouTube, и, в принципе, вы не имеете права его там иметь. И если я подам жалобу на ваш выпуск, то его однозначно заблокируют, потому что вы грубо нарушили правила сообщества. Ну и в целом, на самом деле, можно и до суда дойти, учитывая то, как вы все перевернули, исковеркали. У меня здесь стоит ноутбук, давайте же сейчас посмотрим эту замечательную передачу. Вы легко можете найти этот выпуск в интернете, достаточно просто вбить People Have It, и прямо первое же видео, которое вылезает в поиски, это оно и есть. На нем, кстати, уже 19 тысяч просмотров за сутки. Я появляюсь на 29-й минуте, давайте же смотреть. Начинающая певица Любовь Терлецкая попала на кастинг гуру шоу-бизнеса Максима Фадеева, того самого, который продюсирует группу «Серебро». Мы приходим в назначенное время, в назначенный день, и понимаем, что на самом деле можно было прийти кому угодно и когда угодно. Там никто вообще за этим не следил, всем было просто... Певица рассказывает, во время прослушивания продюсеры на нее даже не смотрели, занимались своими делами. Любовь уверена, итоги конкурса были известны заранее. Меня больше всего поразило, что они даже не спросили, как меня зовут. Что примечательно, кстати, когда я стояла в очереди, прямо передо мной стоял Глеб Клубничка. Это такой просто огромный мерзкий амбал из «Дома-2», который типа читает рэп, вот, и он прошел в это шоу. Были ли приглашенные артисты исключительно массовкой, а сам кастинг обычной формальностью? Разбираться Терлецкая не стала, но самый важный урок усвоила. Хочу сказать, этот кастинг меня очень вдохновил и очень смотивировал. Он вдохновил меня и смотивировал на то, что я больше никогда не буду ходить по кастинге. Делать дальше, выступать в голубом огоньке в костюме зайчика с Нюшей. Я решила для себя абсолютно точно, что лучше я буду оставаться в андеграунде навсегда, но зато это будет мой теплый любимый андеграунд и мои классные зрители, которые будут любить искренне мою музыку. Если разбираться, да, они не сказали конкретно, что я ходила именно на кастинг в группу «Серебро», но, однако, пока идет мой монолог, мы видим вставки с кастинга «Серебра». Также они все время делали акцент на вот эту девушку, и у меня закралось подозрение, что, возможно, они подумали, что это я. Дорогой канал РЕН-ТВ, это не я. И все мои зрители, которые могли подумать, что это я, это не я. И вот вам, пожалуйста, proof. Я пошла первой. Для меня это проще отстреляться и все отпустить, и спокойно там рассуждать, думать, как уже что там получилось. Обратите внимание на длину моих волос в том видео, которое они вставили. Как вы можете заметить, они там у меня достаточно короткие, у меня коррект, потому что это мое старое видео, которое называется «Как я ходила на музыкальные кастинги». Вышло оно 27 ноября 2017 года. В этом видео я рассказывала о том, как я ходила на кастинг «Х-фактор», когда мне было сколько там, 17 лет, 18. Как я ходила на кастинг «В голос» тоже года 4 назад, или даже уже лет 5 назад. Да, даже больше 5 лет назад. И, в частности, я рассказывала про кастинг «Песни на ТНТ», на который я также ходила. Это был самый быстрый кастинг в моей жизни, самый странный, самый тупой, честно говоря. Это был первый сезон. На самом деле, я даже не особо понимала, что это за кастинг, потому что тогда, когда он шел, этот кастинг, то было крайне мало информации в интернете о том, кто там будет, и долгое время даже скрывались жюри, то есть Фадеев и Тимати, да, насколько я помню, они были. Никаких подробностей тогда не было, просто они говорили, что мы сделаем новый шоу-бизнес, приходи на ТНТ. Можете просто найти это видео у меня на канале, посмотреть его, так будет проще. А теперь давайте посмотрим, когда же шел кастинг в «Серебро». 6 месяцев назад, 24 декабря 2018 года, прямо перед Новым годом. И что же получается? Получается, что канал РЕН-ТВ совершенно незаконно, как я считаю, взял мое вот это старое видео, нарезал из него кусочков, выдрав из контекста, то, что было им удобно, и напихал, значит, тут в этот сюжет про кастинг в группу «Серебро». Но я никогда не была на кастинге в группу «Серебро», я никогда в жизни не отправляла туда заявки. Я, в принципе, никогда в жизни не отправляла заявки в Мальфу, к Фадееву и так далее. Никогда. Понимаете, с одной стороны, можно сказать, ой, типа, да ладно, они сделали тебе бесплатную рекламу, бесплатный пиар. Ну, во-первых, знаете, для меня нет ничего хорошего в пиаре от канала РЕН-ТВ. Уж простите, но для меня это самый желтый лживый канал из всех. Это последний канал, на котором я бы хотела видеть свое лицо. Во-вторых, целевая аудитория канала РЕН-ТВ в основном, это та целевая аудитория, которая совершенно не пересекается с моей. И если проанализировать сейчас статистику моего канала, в день выхода шоу на РЕН-ТВ на меня подписалось, там, три человека. И я уверена, что крайне мало людей оттуда ко мне пришли. Если вы нашли мой канал, посмотрев передачу на РЕН-ТВ, пожалуйста, напишите мне сейчас это в комментариях. Вот мне даже будет интересно, будет ли хоть один человек, который таким образом сюда попал. Но что для меня самое ужасное, это то, что я очень часто делаю обзоры на Серебро, на Фадеева, я разоблачаю его, его лейбл, потому что, на мой взгляд, это тот человек, который кормит говном всю Россию уже очень много лет, и просто конца и края этому нет, и последняя его работа, это просто возмутительно. Именно поэтому я очень часто об этом говорю. И я всегда делаю акцент на том, что я никогда к нему не ходила, не хотела, не хочу, и никогда не рвалась ни к нему на лейбл, и уж тем более в группу Серебро. А благодаря каналу РЕН-ТВ теперь получается какая картина? Получается такая картина, что я сходила на кастинг в Серебро, на меня там даже не посмотрели, не послушали, выгнали, и я такая обиженная и оскорбленная, теперь сижу на своем YouTube-канале и снимаю гадости про Фадеева. Получается так, после шоу несколько человек мне даже начали писать в комментариях, ну все понятно, говоришь, никогда не ходила к Фадееву, в программе-то все показали, в фильме все стало ясно, ходила в Серебро, не взяли, и теперь сидишь тут желчью, плюешься. И вот это самое омерзительное, потому что получается, что мои слова просто перевернули с ног на голову и выставили меня совершенно в каком-то неприглядном свете. Я не понимаю, что мешало корреспондентам с канала РЕН-ТВ связаться со мной по электронной почте или в соцсетях, и я могла бы рассказать им, как Фадеев меня звал к себе на лейбл, и чем это все закончилось, про контракт, пожалуйста, почему нет. Плюс у меня есть много видео, где я обозревала кастинги именно в Серебро, пусть взяли бы оттуда какие-нибудь мои фразы, но нет, они просто сделали совершенно лживую передачу, взяв совершенно другое видео, где я рассказываю про совершенно другой кастинг, и меня просто тошнит от этого. Еще мне крайне непонятен один момент для того, чтобы дать свой комментарий по этому поводу. Давайте посмотрим еще один фрагмент. Что примечательно, кстати, когда я стояла в очереди, прямо передо мной стоял Глеб Клубничка. Это такой просто огромный мерзкий амбал из Дома 2, который типа читает Рэд, вот, и он прошел в это шоу. Стоп! То есть Глеб Клубничка прошел в группу Серебро. Я правильно вас понимаю, канал РЕН-ТВ? Вам не кажется это странным? Зачем они оставили вот этот фрагмент, я вообще не понимаю. По мне, это чисто было сделано для того, чтобы стравить меня с Глебом Клубничкой. Это просто дичь какая-то, знаете, как будто это монтировал какой-то умалишенный человек. Они вставляют в видеоряд с кастинга серебра, акцентируя внимание на девушке, которая на меня похожа, пускают туда мой монолог о походе на кастинг, и в конце... В серебро прошел Глеб Клубничка. Отлично, поздравляю вас. Просто абсурд какой-то. А вы еще спрашиваете, почему я так ненавижу телевидение, телевизионщиков, журналюк, и почему я так сильно не хочу в шоу-бизнес. Да потому что... РЕН-ТВ, вы снимаете выпуск People Have It, пытаясь казаться такими святыми, и рассказывая о том, как народ кормит дерьмом второсортным, а сами занимаетесь тем же самым. Вы занимаетесь обманом. Я, в принципе, не собираюсь как-то дальше с этим разбираться в целом, но если мне на это видео прилетит страйк, какая-то жалоба на мой канал, или вот что-то в таком духе, то тогда я это просто так не оставлю, и я обязательно навтыкаю им ответных страйков, и, может быть, даже обращусь в суд, потому что, в принципе, можно сказать, что меня оклеветали. У меня, кстати, была похожая история несколько лет назад с порталом Life.ru. Они у меня брали интервью, как у АСМ-артиста. Мы встретились с корреспондентом, с мужчиной в кафе, он был с диктофоном, мы с ним общались где-то часа полтора, и я тогда рассказывала много интересных вещей про АСМР, откуда это пошло, что это такое вообще, что АСМР-комьюнити одной из самых молодых на YouTube, но очень перспективных, что это супердоброе дело, на самом деле, направленное на то, чтобы бороться людям с одиночеством, с тревожностью, чтобы они лучше спали. Также я очень много рассказывала о том, что мне не нравится, что АСМР начали эротизировать, сексуализировать, что девушки полуголыми снимают эти видео, вставляя туда какой-то сексуальный подтекст, потому что это не совсем правильно, так как сексуальное возбуждение и желание заснуть, немножко несовместимые вещи. Кстати, про АСМР давайте, раз уж я сейчас об этом говорю, скажу сразу. Я больше не снимаю видео на свой АСМР-канал именно по этой причине, потому что АСМР превратили в какое-то грязное помойное ведро, и мне в этом участвовать не хочется. Мне совершенно не нравится, что на мой канал приходят дрочеры, которые пишут мне какие-то мерзкие вещи. Это стало настолько много и часто происходить, меня оскорбляли, называли шлюхой, просто из-за того, что практически все АСМР-тистки снимают видео полуголыми. Я не хочу больше быть к этому причастной. Когда я пришла в АСМР, это было что-то очень доброе, легкое, хорошее. Я рассказывала про книжки, про фотоаппараты, я показывала виниловые пластинки. Я прошу вас отнестись к этому с пониманием. Я знаю, что многие очень любят мои АСМР-видео и ждут их, но, к сожалению, больше не будет, просто потому что для меня это та часть жизни, которая отмерла, и больше я к этому возвращаться не хочу. Я не буду удалять свой АСМР-канал, продавать ему кому-то, удалять оттуда видео. Нет, ну просто никакого контента больше там не будет никогда, и нужно просто это принять. Ну, в общем, после того, как я дала это интервью тому товарищу, я долго-долго ждала, когда же выйдет статья. Он мне не написал о том, что она вышла, что тоже было странно, и я узнала о выходе статьи только благодаря тому, что эту статью случайно увидел мой знакомый, который этот портал читал. В общем, меня там, опять же, выставили просто не пойми кем. Мою тираду про то, что мне не нравится эротизированность в АСМР, вообще туда не вставили. Акцент там был сделан на моей личной жизни, там написали, что я нищая содержанка, что я удачно вышла замуж и села на шею своему мужу, что-то такое. Вообще, чего к чему это было? Вообще непонятно. И что я снимаю АСМР для 70-летних стариков. Я, когда это прочитала, я была в шоке. Я помню, что про Дашу Ложкину там тоже написали что-то не очень хорошее, и, по-моему, она тоже где-то давала комментарии об этом. Короче, вот любые столкновения, которые у меня были когда-либо с телевизионщиками, с журналистами, это всегда провал. У меня еще было интервью, видео-интервью на канале Москва24, тоже посвященное АСМР. Они приезжали ко мне домой, и тоже три часа они снимали, три часа я им рассказывала много всего интересного про АСМР, в итоге вставили 10 секунд со мной, где я показываю парик и говорю, что, о, да, я чешу парик, и таким образом люди спят. И все. И я тоже тогда такая, класс, спасибо. А, один раз меня в вечернем Урганте показали тоже кусок моего видео, и там Ургант неправильно произнес мою фамилию, сказав, любовь Трилецкая. Супер. Короче, не знаю даже, как закончить это видео, правда, я в каких-то... я в каком-то смятении нахожусь. Надеюсь, что эта история дальше никак не будет раздуваться, надеюсь, что я расставила все точки над И. Хотя я уверена, что все равно будут еще появляться люди, которые будут мне тыкать тем, что, о, не прошла в серебро и бесишься. Я вас всех очень сильно люблю, напишите мне в комментариях, что вы считаете по этому поводу, вообще нормально это или нет, и вообще нормально ли то, что любой канал может просто взять любое видео блогера, вставить его куда ему вздумается, и выставить этого человека просто кем угодно. Целую вас всех крепко, и совсем скоро увидимся в следующих видео. Пока.